Незабываемые, очень незабываемые. А ваши как праздники? Ой-ой-ой, я не готова к вашим вопросам сейчас. Так я и так дома сейчас, я же дома. Снегометель? Это где? Снегометель, не знаю, насчет Киева могу сказать то, что у нас дождь. Конечно, буду. Луна, она спит, она спит сладким сном. Луночка. Луна, привет скажи, привет, видите, она сразу меня целует. Да, ты меня целуешь, ты меня так любишь, так сильно. О, я тебе тоже. Все, отдыхай. Скажи, потревожили. Спящая красавица. Я не в Москве, я в Москве осталась с ней в отеле, собственно. Если человек не хочет серьезных отношений, то не стоит ждать, потому что ничего не дождетесь хорошего. Ну, я так считаю, а там не знаю. Когда человек хочет, он берет и делает, вот и все. Привет, привет, привет. Я сейчас смотрю фильм «Четыре Рождества» 2014 года. Удивительно, но я его не смотрела. Сресь в Бидерспун. Маникюр? О, это лучше не показывать. Это страшно. Как раз на днях поеду заниматься красотой. Спасибо большое. Фильм хороший, очень позитивный, очень добрый. Все то, что я люблю. Открой свой секрет вечного. А как стать уверенней себе? А для этого ничего не нужно. Просто быть собой и все. Все, это вот вся ваша уверенность. Быть собой, все. Больше ничего не нужно. Это кто хочет, тот это воспримет очень хорошо. Кто не хочет, пожалуйста. Не общайтесь. Новый год отметила замечательно. Новый год я отметила в кругу семьи, в кругу близких. Было безумно много интересных событий, хороших, добрых. Радостных, долгожданных. Наконец-то они свершились. Вот. Так что этот Новый год какой-то был очень даже душевный и особенный для меня. Ну и, в принципе, для всей нашей семьи. Можно ли первого парня позвать куда-то на свидание? Это нормально, абсолютно нормально. Пытайтесь, пробуйте, рискуйте. Я не знаю, потому что жизнь она одна. Ну, за это никто не осудит. Вот просто берите и делайте, и все. И не важно, кто что скажет. Вот если ваше сердце требует, хочет, так и делайте. Я уверена, что даже если это будет ошибкой, то это будет, опять же, жизненный опыт хороший. Какая разница, какой рост. На рост найдется всегда тот человек, который даже ваш рост оценит. Планы на будущее – это сцена. Сейчас чем я и занимаюсь, это свое дело одно. Вот, собственно, бизнес-план я уже начала писать. Очень интересно. Вот, ну и, конечно же, семья, замужество и детки. Привет из Питера. Питеру тоже привет. У меня есть один мой хороший друг, который и так до меня не доехал в Москву, чтобы со мной увидеться. То есть, настолько он хотел. Балда. Я не особо хожу по салонам, я не любитель, я люблю все делать сама. Замуж? Выхожу ли я замуж? Посмотрим, поживем, увидим. Спасибо большое. Счастливая, конечно, счастливая. Безумно счастливая. Спасибо, Господи, очень. Рада. Все хорошо. Жить хороша и жить хорошо. К совместному проживанию до брака, как я отношусь? Абсолютно нормально, потому что люди должны друг к другу притереться и понять, комфортно ли им вместе или нет. Мне, собственно, хватило недели, чтобы понять. Хватает, точнее. Вот. Кто-то пишет. Даже и на ум мне особо ничего-то не приходит. Я просто сейчас так хорошо, что я даже и не знаю. Как-нибудь спою. Гимн фабрики The... О, нет. Как-нибудь спою. Кстати, я была в Москве, когда мы ходили в караоке с друзьями и с моим любимым человеком. Я, конечно, там пела. Безумно было приятно, когда люди подходили, фотографировались. Ну, как-то уже немножко отвыкла от этого. Ну, как-то даже немножко дико было. Но приятно было то, что люди оценили, хотя это просто делало свое удовольствие. Отдавали свою очередь и так далее. Ну, в общем, приятно безумно. То есть Москва меня встретила радушно, и меня это безумно порадовало. Конечно, встречаюсь. Почему кожа так блестит? Потому что я умылась пенкой для лица. Ничего нету. Поэтому так и блестит. У нас где-то градусов от силы 12 минус. Ну, может... Нет, что-то я преувеличила. Думаю, градусов 5-6. Может, даже еще теплее. Он в Москве. Время сколько? Ой, ребят. Скоро будет столько интересных новостей. Просто потрясающих новостей. Не хочется, конечно, заранее говорить, но всему свое время, как говорится. Да, я помню эти моменты моего прятания под кроватью. Это было очень смешно, особенно когда Лара Фабиан приходила, а я спряталась в вечернем платье под кроватью. Обязательно. Если вам интересно, конечно, я могу показать. Хотя, собственно, за уходом кожи в моем случае не так уж всего и много. Ну, потому что я... Мне как-то повезло. Ту-ту-ту. Вот. Я особо не жалуюсь. Спасибо вам большое. Ребят, просто хотела зайти, почитать ваши сообщения. Кто у кого ночи пожелать добрых снов, кто с любимыми пожелать любви и счастья, обнимашек побольше, поцелуев и нежностей. Ну и, конечно, просто человеческого счастья побольше. Вот. А лучший салон в Москве – это Pride 7. Я еще, кстати, там ни разу не была. Никак не доеду до своей хорошей подружки Иры Митрошиной. Вот. Она меня сейчас зовет, и я все говорила, что приеду, но мне, к сожалению, не получилось. Поэтому, если хотите в хороший салон пойти, то идите туда. Потому что проверено много раз. Поэтому всех вас целую и обнимаю. Счастливых добрых снов. Спасибо большое. Вот. И просто улыбайтесь побольше. Позитивно.